Павел Деревянко Павел Деревянко Привет, Паш, привет Здравствуйте, здравствуйте Существует приблизительно миллион поводов Для разговоров с Павлом Деревянко Мы отобрали несколько, как нам кажется Самых актуальных, в частности 16 апреля в театре Адеон Павел Деревянко и Борис Андрианов Представляют литературно-музыкальный спектакль Хулиганы Идеальная пара Хулиган и классик Хулиган и классик Идеальная пара У вас там уже три версии названий, по-моему, есть у этого спектакля Изначально мы придумали Как идеальную пару, потому что мы это делали Под 14 февраля Собственно, три года назад Потом оно прошло, а мы все Идеальная пара, два гетеросексуальных Мужчины на сцене Думаю, ну что-то как-то Чем-то попачивается Почему мы идеальная пара Мы искали, искали, где мы в творчестве Мы идеальная пара Потом мы подумали, все-таки Окей, давай будем теми, кто мы есть Я хулиган, он классик Ну, идеальная пара, окей, да Ну, давай скажем так, что Сообразили на двоих вместе со знаменитым Виолончелистом, подчеркиваем, Борисом Андриановым И приглашайте на интеллектуальный праздник Тонкого искрометного юмора Это правда Что это такое За симбиоз Юмора и виолончели Это рассказы, которые написаны больше ста лет назад Надежда Теффи, Аркадия Верченко Удивительно Образные Действительно искрометные истории И, кстати, мне кажется Это смешно, это интеллигентно Это просто, это классно И незаслуженно забыть то Я бы еще подчеркнул И Теффи Аверченко Более ста лет написано Настолько это актуально звучит сейчас Просто обалдеть И весь спектакль мы вдвоем И весь спектакль мы вдвоем Меняемся местами То поем, то танцуем, то играем А, поем тоже Ну там что-то есть у нас Да Небольшие экзорсизы 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 Ну как пойдет Ну, в общем, как-то Экзорсизы или там что-то из этой серии А тут еще В Театре Адеон у нас будет Впервые вот этот формат, который нам нравится Не просто зрительный зал На креслах И мы на сцене А без? А без Будут столики небольшие С креслицами вокруг Будет небольшой Как алкоголь Вот И небольшие закуски Ну хорошо-то у вас Ты посмотри-ка Это типа кабаре И это Мы пробовали Такой формат Играли в Дубай И играли на Кипре Это было фантастическое Концерты Наши самые лучшие Ну в Дубае, мне кажется Сам Бог велел Именно так играть Вот Потому что Ну все, кто придет Все, кто купит билеты Я уверяю вас Никто Даже ни на секунду Не пожалеет Прости, пожалуйста Вот это на столах Это включено в билет? Кое-что включено Я узнавала Возможно Ну не все Да-да-да Я расскажу Засправь ты ко мне Пожалуйста Мы искали этот формат Здесь у нас в столице И вот наконец нашли Теперь попробуем Как он пройдет Но вы играете его не часто Этот спектакль Не так часто, да Но мы ездим Достаточно много По городам и весям Ты же в принципе Сейчас с театром В таких вот В таких В дистанционных отношениях Можешь сказать Ты же играешь Буквально несколько спектаклей Дядя Ваня Один спектакль я играю Вообще один спектакль То есть ты сейчас Отошел от театра Разлюбил его Что? Как это можно сформулировать? Немножко надоело Волноваться, да Волноваться? Да-да-да Волноваться надоело Не знаю, почему-то так сложилось Что уже вроде И нету повода волноваться Действительно Уже столько всего Да Было-перебыло Уже и текст я забывал Если раньше у меня На сцене? Да-да-да У меня раньше Это был кошмар Мой ужас Ночной кошмар Ночной Что ты забываешь текст Просто кошмар мой был, да Наяву Что я забываю И текст во время спектакля И так было уже несколько раз И всегда Все это Проходило нормально Никто ничего не замечал Вот Я уже даже перестал По этому поводу стрессовать И тем не менее Перед каждым спектаклем Я просто чувствую себя нехорошо В общем Все нормально Но какая-то Что-то Как это Как это Сказалось Хвост Какой-то неправильный Остался у меня Вот от этого всего А в этом мероприятии Можно себе позволить Забывать текст и так далее Здесь Импровизировать Ну там есть Я не буду говорить Зрителям на сцене Я рассказываю Что там Да как Но всем не буду Сейчас рассказывать Вот Но этого страха У меня На хулиган Не и классики И нет Вот Я имею в виду Там все ровненько Блестяще Искрометно И интеллигентно И с публикой Мы взаимодействуем И вообще Классно Мне важно Настроить контакт Вот И со всеми вместе И с каждым В отдельности Вот это для меня Задача интересная То есть общение Какое-то у вас проходит Между актерами И соответственно Сидящими людьми за столиками Я говорю Ну как дела Как тебя зовут Как у тебя дела А такой а-ля стендап Небольшой еще А у тебя как дела Ой-ой-ой Вы же там и выпиваете вместе Я даже такое слышала И такое есть Да 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 У нас свобода полная Не скажу анархия Нет Но Но свобода Подготовка К роли В театре и в кино Нет Ну хоть заговорили Если Понимаешь Если в кино не волнуются В театре волнуются Подожди Может быть и кино волнуется Вот сейчас действительно спросим Подготовка к театру и кино То есть совершенно разный подход Разный подход к роли К подготовке к роли Как у тебя это происходит Вот эта домашняя лаборатория Того как ты готовишься Когда выходишь на сцену Дядя Ваня Там ты месяцами репетируешь В театре месяцами репетируешь Да Учишь текст И потом выходишь Это работа с режиссером Или твоей личной домашней работой Ну в основном конечно Особенно последнее время Последние годы Может десятилетия Артисты Честно говоря Крайне редко Крайне талантливые артисты Делают домашнюю работу А молодые артисты К сожалению нет Не делают этого вообще Ну да Это почему? Это самонадеянность? Или это просто так сейчас нормальным считается? Фиг знает Слава богу Если бы текст выучили Вот это Уже успех Да Молодец То есть такой вот низкий уровень Подожди А что режиссеры по этому поводу делают? Говорят Ну такая данность К сожалению Ну к сожалению Такая же данность и в кино Ну не во всех конечно же Не у всех режиссеров То же самое Насколько Я помню вот этого Текст выговорил? Ну и все А что ты? А нет Я бы хотел Можно повторить этот дубль? Может быть я плохо сыграл? Нет-нет-нет Подожди Паша Ты как раз про другой говоришь Что наверное Что актер это более безответственная В этой истории Ровно так Да Именно так Молодые артисты Не понимают Что с ним происходит Со многими Зачастую плохо Знают текст И как-то так Ведут себя немножко Хорошо Ты себя вспоминаешь Когда ты был совсем молодым То есть Уже даже например На уровне поколения Твоего И поколения нынешних молодых Уже большая разница Их поведение В отношении к работе? Ну Не повсеместно Но Да Местами Это вот так вот Молодые артисты Как бы Не выражают никакого Респектоза Что ли Так Больше или меньшей степени К старшим Вот Для меня это А не пора ли дедовщину Простите конечно Но нет А я серьезно Почему люди Панеру космотра Абсолютно правильно Более Я не буду называть старшие Более опытные актеры Могут действительно Каким-то образом сказать Поставить их на место Или это не принято Ну Я не могу Мне неудобно Ну во-первых Зачем Это бессмысленно Все равно ты ничего Потеря времени Как минимум Потеря времени Нужно же прежде всего Выполнить задачу Нужно как-то взаимодействовать На экране Вот А если ты начнешь Что-то ему там Говорить Какие-то претензии выставлять Если Если он хочет Твой партнер Что-то о тебе услышать Я вижу Что это Я с удовольствием Ему скажу Конечно Но сам навязываться Не буду Бессмысленно Как уже Сказал Вещи А у нас все хорошо У нас Павел Деревянко В гостях Продолжаем разговор Павел Сегодня буквально Полчаса назад Говорили про телефонных Мошенников Про их новые схемы Тут смотрю новость Актера Павла Деревянко Мошенники обманули Там на 300 тысяч рублей Правда Или это просто Больше наверное Пытались Пытались обмануть Ну Как бы Ну не обманули В общем В итоге Платеж никуда не прошел Слава богу Ну какая-то схема Понятная Да понятно Понятная тема Просто я был так рад Слышать этого человека Который мне написал Потому что даже Мне не возникла Мысль Что это Могут быть Мошенники Да ладно А я думал То есть не телефонный звонок Да Это просто было Переписка Да В телеге написали И ты поверил И сразу бросился Приводить деньги Практически Ну все нормально Закончилось Да Хорошо Хорошо Вернемся к творчеству Да Ориентируясь на твое Нынешнее состояние Мироощущения Какие роли сейчас ближе Все-таки Комедийные Или драматические Разные Хорошие Главное Чтобы было Качественно написано Это может быть Шикарная Комедия какая-нибудь Или трагедия Или драма Или приключения Все что угодно Фантастика Может быть Я ко всему открыт И все хочется делать Часто отказываешься От того Что предлагают Конечно Безусловно Ну 93% 95% Наверное Из присылаемого Ну это Такой Низкокачественный Сценарий К сожалению Во-первых Я представляю Сколько присылают С учетом того Что достаточно Часто видишь Деревянка И понимаешь Что роли На многие роли Все равно соглашаешься Тогда значит Сколько присылают И сколько из этого Ну так себе Материала Много Ну вот ты Пару лет назад Сказал что Устал уже от комедии И хотелось бы Совершенно других ролей Не то чтобы Я от них устал Их действительно много Я просто могу Гораздо больше И это очевидно Что я могу это делать И мне хочется Это воплощать Воплотить Ну вот мы только что За кулисами говорили Про фильм Подельники Да Который тоже Такое отдельное место В твоей биографии занял Да Вообще не характерная Для тебя роль Такого Да Комедии обожаю И всегда будут они И буду я И будем мы все вместе Но хочется Разнообразить Так Репертуарчик Скажем так Ну вот сегодня вечером Если вам захочется Скоротать Можем всем радиослушателям Пожелать Посмотреть Подельников Действительно Не пожалеете Получите большое удовольствие А конец славы Конец славы Шикарный Шикарный фильм Ты даже сам считаешь Что это одна из твоих Лучших ролей Да Действительно Это по диапазону Вот какой-то Настоящий трек комедии Когда начинается все Со смеха С простого С простых таких ситуаций Обыденных И потом вдруг Зритель уже не понимает Как это так Он уже Он уже не смеется Он уже в каком-то Другом состоянии Это что происходит Это что Это по-чаплининовски Совершенно Чаплининовская история Сначала ты смеешься А потом плачешь Когда он дарит цветок А Павел А насколько вообще У тебя развито Чутье на успех фильма Сколько Допустим Прагматизма И практичности Живет в Павле Деревянке В тот момент Когда он решает Соглашаться Или не соглашаться На ту или иную роль Ну Если сценарий классный Это уже большая заявка На успех Вот Если еще и режиссер Хороший Еще и каст С прекрасными партнерами Вообще тогда Очевидно Что это Может быть бомба Ну собственно Есть какие-то Очевидные составляющие Будущего Возможного хита Прежде всего сценарий Сценарий И с него собственно говоря И он является Отправной точкой Самое-самое первое Самое главное Это не знаю 70% Наверное Это сценарий Успеха Но по-моему От того же Домашнего риска Ты сначала Хотел отказываться Было дело Было дело Почему? Не цепанулся Потому что я Смотрел до этого На ТНТ Что там было Наша Раша И Камеди Клаб И в общем Я думал что ТНТ это плохо Первый канал это хорошо Я так думаю В смысле? На тот момент Были такие мысли Ничего себе Это 10 лет назад Наверное Ну уже Наверное побольше Больше Побольше Вот я так думал Пока мы не Постречались С Семеном Слепаковым Он мне Все это Рассказал Объяснил Который сейчас Является иноагентом И потом Является Вот И потом мы вместе Уговаривали Сашу Робака Играть Он тоже не хотел Говорит Он слишком тупой Мой персонаж Ну давайте напишем Саня И Сеня говорит Давай Давай конечно Конечно сейчас пишем Под тебя И потом когда Все это вышло И мы с Сеней Встретились Мы говорим Ты представляешь Как бы это могло Быть без нас Он говорит Я даже не представляю Но это нам всем Новую жизнь дало Какому творчеству Абсолютно Сериал потрясающий Если кто-то до сих пор Не видел домашний арест Ну ребят То стыдно должно быть Это на выходных Посмотрите Скажи пожалуйста А вот ты Как абсолютно творческий человек Ты живешь По какому-то режиму По графику Условно говоря Или ты состоишь Из творческого хаоса И художественного беспорядка День на день не похож Я и сам себя порой не узнаю А сегодня Я все чаще замечаю Что меня как будто Кто-то подвинил Ну если работа у тебя Тогда ты понятно Рано утром встаешь Душ Зарядка Витамины Хорошее настроение Идешь на площадку Снимаешься Вечером приезжаешь Ужинаешь Ложишься спать То есть рутина по сути Одинаковая Мне очень нравится Вот эта рутина Ну когда Слишком долго С точки зрения графика Именно Да Потому что я чувствую себя В этот момент Замечательно Ну а когда нет Вот как сейчас у меня Там много встреч Каких-то Там пробы Еще чего-то Но вот такого графика Постоянного четкого нет Ну вот по-разному Вчера заснул я Крайне поздно Заснул сегодня Сегодня заснул Да Позавчера тоже Так получилось Ну вот так Кайфуем Понятно О конкуренции В кадре В фильме Вот встречаются На площадке Два известных актера Деревянка И еще какой-нибудь Например Тоже известный Тоже робок И что начинается Соревнование Зачем С робоком вряд ли А для чего это нужно Это что Это тешить Своё самолюбие Чистолюбие А что разве Такого нет Ну у меня нету вообще Это бред собачий Ну зачем Зачем мне это нужно Надо выполнить задачу Надо сделать Хорошо Сыграть Сцену Несколько сцен И нужно на это усилие Все бросить А не на то Чтобы выеживаться Друг перед другом Есть такие Артисты Которые немного Ну такие Немножко Деревянные Идут себе Давай смотри Они такие Немножко такие Ну что Что А Здравствуйте Народные артисты Здравствуйте Здравствуйте Вот Такие Да И как бы В принципе Можно и тебе было бы Ты имеешь право Сказать Что ты выеживаешь Но я тоже Как бы Могу крылья И перья здесь Расправить Не ликом шить Но Я выбираю Другой подход Я говорю Потому что Для меня главное Сделать Как-то Выполнить задачу Снять это кино Поэтому Я так немножко Как снизу подхожу Ну то есть Я вторым номером Буду прекрасно себя чувствовать Вообще Замечательно Проблем Ноль Хочешь немножко Повыеживаться Вообще Пожалуйста Я Поулыбаюсь вместе с тобой Ну Понимаете Вот так я себя веду И все Это дает свои плоды Никаких Трений Таких вот Ненужных На площадке Потому что я это ненавижу Мне сразу плохо Вот И при этом я их просто избегаю Мне площадки Да пожалуйста По барабану И потом просто Ухожу в свой золотой Гримваген И все Да И все понимают Кто здесь король Что Каких фильмов С тобой ждать В ближайшее время Сказка же там Насколько нам известно Сказка Колотун Колотун Да Мы начинаем снимать Совсем Мне очень греет Это Этот образ Колотун греет Колотун Да Я буду играть Бургомистра сказочного города Такой он идиот Конечно Солнечный придурок Такой классный Шикарный костюм Сшили для него Потрясающий грим Золотые волосы Линзы у меня Усики Ой Красавчик Красавчик Но он такой Идиот Идиот Ну в хорошем смысле У тебя получится Я обожаю такого У него на главной площади Стоит памятник Самому себе Ну это прекрасно Усилить охрану Чтобы не было Никакого вандализма Пожалуйста Памятник Слушай Ну это прямо Детская детская сказка Или как у нас сейчас повелось У нас сейчас все сказки Для всех Для всей семьи Для всей семьи Да А ты не считаешь Что сейчас слишком большое Влечение сказками При всем при том Что сейчас идет в кинотеатрах Все летучие корабли Все бременские музыканты Потому что их не было Долго достаточно Мы ждали этого То есть Были какие-то потуги Что-то снимали Но это как-то все Все рядом Мимо немножко было Ну вот сейчас Может быть количество Количество перейдет в качество Я очень надеюсь Ну в смысле Ну и качество Мне кажется достойное У многих фильмов Может быть я ошибаюсь Конечно мне нравится То что сейчас происходит И мне С тем же летучим кораблем И с бременским музыкантами И так далее Я летучи корабли не смотрелась Я тоже Но мне нравится Но уже нравится Одно название прекрасное Слушай, а скажи пожалуйста Ты когда-нибудь придумывал Вот такой вот Что вот это для меня Идеальный фильм Идеальная роль Вот то Вот то Что где я буду Вот полностью Вот абсолютно органичен Пока его еще нет Но тем не менее Ты сам для себя В фантазиях В мечтах Думал об этом? Как я уже говорил Много всего Много чего хочется сделать Ну вот пожалуй Одна из ярчайших Один из ярких примеров О чем вы говорите Это конец славы А, потому что В общем-то С это удовольствием Да, потому что Я был ровно В таком же положении Как мой Герой Как мой герой Да Он там уже умирал И прощался с карьерой И у меня тогда были Такие жизненные Обстоятельства Что я примерно Так же себя и чувствовал Вот Поэтому это совпало все Ну и вышло здорово А еще выйдет Я уверена здорово 16 апреля В Театре Адон Павел Деревянко Борис Андрианов Литературно-музыкальный спектакль Хулиган и классик Идеальная пара Говорят, что Офигительная атмосфера Раскованно Расслабленно И все это еще С искрометным юмором И еще это с сатирой Которой уже больше 100 лет Да Это очень хорошо Это интеллигентненько Это весело Есть о чем подумать Многие там узнают Само себя Там рассказы Значит Демоническая женщина Есть рассказ Называется Кокаин Вот такой вот Многие там узнают себя Это Ну Много классного По-настоящему Обалденного материала Да Я напомню Что по Аверченко По Тефи По их рассказам Соответственно Эта постановка И сделана Да Павел Деревянко Спасибо огромное Спасибо Спасибо До новых встреч Вечернее шоу Муж сделки Лайв